Привет, друзья! Сегодня какое-то декабря, суббота 2021 года. На улице Туман. Мерзко, не тепло, приходится одеваться потеплее, потому что все тут, блин, мерзнут. Надо экономить, чтобы не замерзнуть. В общих чертах расскажу мое понимание происходящего во Вселенной, в нашей маленькой такой, закрытой на круглом квадратном шарике. То, что происходит в Штатах, абсолютно не важно, что происходит, потому что клоунада, которая там происходит, это договорняк, так как на Майдане, богатые договорятся, бедные обеднеют. И у богатых будет шанс по дешевке скупить недвижимость, антиквар, золотишко, бриллики, которые в эти тяжелые времена, естественно, обесценились. Следующее. Точно так же это предприятия, бизнесы, прочее, прочее. Так как во всем мире нагоняется страх и дла по поводу болезни вот этой, видимо-невидимой, которая мутирует, но как-то странно, если вакцина от того, что мутирует, применяется, а от того, что смутировала, уже нужно новую исполнять. Ну, это бог с ним. Вся эта паника, это обычная перезагрузка всей планеты. Ну, на первый взгляд, в угоду Китаю на самом деле нет. То есть, так как огромное количество напечатанной бумаги произведено и выпущено, но ее нужно как-то привести к знаменателю, то вся вот эта чухня, включая американскую цифровую революцию с игрой двух сумасшедших на пьедестале, это все приводит к тому, что и акции рушатся, и огромное количество людей, которые считали себя средним классом, а сейчас оказались бедными, без поддержки государства, а поверьте мне, огромному количеству людей государство просто не помогает. А если помогает, это не просто капля моря, это капля скипидара в одно место. Так вот, люди для того, чтобы выжить, вынуждены или брать неподъемные кредиты, которые в мире, в котором все просчитано, не берутся, потому что 30% или 50% или 60% годовых – это сумасшествие. Поэтому люди вынуждены продавать свою недвижимость. Естественно, когда на рынке только Британии появляется около миллиона домов, вы сами понимаете, что происходит. Цена падает. А владельцы денег, дождавшись минимальной патовой цены, начинают скупать эту недвижимость, и расслоение в обществе увеличится. Это касается и бизнеса, это касается торговых марк, антикваров, всего-всего-всего-всего. Точно то же самое происходит и в Соединенных Государствах Америки, которые к общему ужасу, так как баланс был какой-то достигнут на планете, то есть, все вот это цирковые представления показали о том, что Америка из нормальной страны превращается в очень интересную страну, на которую просто можно вообще внимания не обращать. И что бы сейчас ни происходило там, уже другой мир смотрит уже другими глазами на ту мощь, на дутую, на этого бумажного орла, или бумажного шуравлика орла, назовем, который же, по сути дела, собой не представляет. Пока еще представляет, но на самом деле не представляет никакой опасности. Поэтому будет перекраивание экономических и политических отношений мира в сторону Китая. Но Китай – это ужасно коррумпированная страна, которая ввела первой в мире социальный рейтинг, отсчитанный там в цифре. И этот эксперимент, по всей видимости, будет перенесен или попытка перенести на весь оставшийся мир. Россия. Россия находится полностью под китайскими инвестициями на своеобразной обратке, потому что в момент развала Советского Союза коммунистическая партия Советского Союза при поддержке определенных лиц, которые затеяли так называемую пегестройку, перестрелку и трансформации Советского Союза в Российскую Федерацию страны непонятной оси. То есть коммунистическая партия, те люди, которые управляли коммунистической партией, колоссальное количество золотишко инвестировали в Китайскую Народную Республику, и сейчас это возвращается назад в Российскую Федерацию, потому что самые большие инвестиции в Российскую Федерацию идут со стороны Китая. Подтверждением моих слов служит только лишь один факт о том, даже два я скажу факта, о том, что на 20 или 25 лет подписан констракт на колоссальное количество поставки сырца нефти в Китай по цене, кажется, 20 долларов за баррель. При том, при всем, когда в момент заключения этого контракта были цены совсем другие на мировом рынке. Потом уже были фильмы, исследования документальные о том, что свыше 600 лицоперерабатывающих заводов в Российской Федерации принадлежат китайским владельцам, в то время, когда россияне или русские, или другие проживающие нации на территории Российской Федерации хотели открыть предприятия. Аналогичные китайцам им это не дали. Кроме всего прочего, в Российской Федерации при поддержке их невзокеанского партнера, заложного партнера, была попытка произведения государственного переворота путем использования коррумпированных гаишников, которые создали свою специфическую структуру антиконституционную, антиправительственную и пытались таким образом убрать с небосвода некоторых политиков, введя активную работу, отслеживание маршрута передвижения и собирали информацию на высших чиновников государства российского. этого деятеля было отстранено от власти, но, по сути дела, структурка осталась, которая, по всей видимости, получалась какие-то донаты из вот холма, на котором правит бумажный Огел. Вот. На мой взгляд, ситуация с Украиной остается очень интересная. Все, что бы ни происходило на территории Украины, это оно вернется обратно ко всем тем, которые всю эту муть замутили. Украина до тех пор, пока будет прислушиваться к, ну возьмем, к воришкам, которые находятся во власти, никуда не дойдет, и шансов у нее нет. При той всей колоссальной мощности, которая была у государства Украина, осталось совсем немножко. Никто не ведет переписи населения для того, чтобы узнать истинное положение вещей с баранами, проживающими на территории Украины, потому что под тех 40 миллионов, которые как бы заявлены для международной организации, можно получать деньги, расстарбливая их таким образом на то, что, смотрите, у нас 40 миллионов живет, мы каждому накинем баксик в день или баксик в месяц, и мы таким образом сможем погасить долги, которые вы нам даете. То есть, Украина как государство не состоялась, первая формировка начинается в этом году. Куда она пойдет, это уже не важно, все, что происходит в Штатах, не важно, то, что происходит в мире, не важно, потому что основная задача, вот этот надутый бумажный пузырь, его пробили, прикрыли всякими инфекционными и другими цирковыми представлениями на территории Штатов, которые автоматом даст по всему миру. Стоимость доллара упадет, и, как я уже высказывался, на мой оптимистический прогноз, было бы очень хорошо, если бы в мире сказали, завтра мы все начинаем с нуля. Бедные никому не должны, а богатые сколько имели, столько имеют, потому что они все равно завтра станут бедными. То есть, при том наличии, при той ситуации, которая есть, если все завтра выравнивается в нулевое положение, это будет той отправной точкой, с которой мир может стартовать. И до тех пор, пока не будет принято такое решение, ситуация вот такого коллапса, дерганя, сумасшествия на планете будет продолжаться. Для того, чтобы обнулить все долги, а по сути дела на планете происходит самая обычная форс-мажорная ситуация, или, другими словами, обстоятельства непреодолимой силы, когда по независящим от тебя обстоятельствам должник не может платить свои долги, а те, которые владеют деньгами, понимают, что они владеют бумагой. Так было при крушении Советского Союза, когда советские рубли, которые были, в общем-то, платежным инструментом платежа внутри страны, и внутри сателлитов довольно таким нормальным явлением, в одну ночь превратились в обычную резаную бумагу. Поэтому другая резаная бумага может превратиться точно таким же образом в непотребный мусор, и пачками вы будете носить друг друга за бутылочку пива, или еще за бутербродик. Поэтому 100%... Почему возникали войны? Для того, чтобы обнулить долги. Так вот сейчас в новом техноукладе обнуление долгов может быть только лишь одним способом. Ликвидация полностью наличности, старт мира, старт всей планеты, старт всех взаимоотношений между странами с нулевого баланса. Кто был в нуле, тот в нулях, кто был в плюсе, может остаться в плюсе, потому что все равно при новом складывающемся эквиваленте ничего существенного не произойдет. Места в театре уже наконец-то разобраны все, занавесы пока еще задернуты, мы ждем сигнала режиссера. И несмотря на весь тот звуковой шум и вибрационный шум, который происходит во всем пространстве, по территории всего шарика, занавес начнет в этом году раздвиваться, и кто бы вам что ни говорил, будут те действия, тысячи первых действий, которого никто не ждет и ни на каком посту. Поэтому для того, чтобы в 21-м году конкретному человеку, конкретной семье определиться, нужно прежде всего смотреть за здоровьем, потому что его не купишь ни за какие деньги. Ваше здоровье бесценно. Второе – это здоровье и моральная атмосфера вашей семьи и ваших детей. А уж третьим, на третьем месте, будет государство, которое будет состоять из здоровых членов общества, из здоровых ячеек, а ячейком каждого современного или прошлого общества является семь «я». Только лишь на этих основах может быть новый порядок, но над всем этим мировым порядком будет витать Святой Дух. Ибо без Духа никакое плоское движение не имеет никакого смысла и никакого утверждения. Потому что даже если вы можете напечатать любое количество денег, но если вы не будете одобрены свыше, никакие ваши действия не будут иметь никакой результативности. Поэтому врубайте мозги. С вами канал Комперы. И до скорых встреч в 2021 году. Bye.